кремль храм памятник набережную строят рыбаки воды прибыло так дамбочка храму памятнику затоплено но молечить плавать но 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 не глубоко поэтому мы подготовились попробуем с богом вода еще две недели назад лед сошел ледяная рыбка плавает на мелководье надеюсь брюки не замочу во всяком случае лучше чем сейчас быть намного по крайней мере не должно идем по дамбе подсыпать бы еще здесь метр и можно было бы круглый год ходить пешком а может и хорошо то что посторонние храму памятнику не ходят сейчас вот наша задача сегодня это подойти посмотреть как там не сломали ли снова калитку целый забор и как там все на территории храма памятника все ли в порядке ключ у меня есть от калиточки настоятель отец владимир мне дал так вот тут только мельче стало ну а дальше уже все вот здесь у нас канавка тут уже будет по пояс по грудь где мостик куда кажется мы не пойдем а здесь прекрасный проход мостик правда требует ремонта дерево дерево подгнила металлические конструкции в основании хорошие только тут вот эти вот а перила зачем-то они на деревянные элементы конструкции оперы поэтому деревянная конструкция перила подвесили в воздухе вот так вроде внешних порядок он она набережная будущее потом надеемся здесь в эту сторону все обустроят засыпят вот это вот болото источник непрерывный источник комаров вот и будет здесь счастье замочек внешне цел работает так тут все в порядке вот тут как приборка требуется но в принципе все как было так и есть господи помимо господи помилуй господи помилуй благослови святая богородица спаси нас все святии божьи молите бога нас грешных смотрим сейчас дели слева справа слева то она давно была закрыта там кусочка бойница заварена запечатана на входе замок так ну и здесь замок в порядке не тронутый все в порядке пульт надеюсь на страже сейчас посмотрим с той стороны слева от входа таким образом тут сейчас храм памятник находится на острове вот которому пройти может только сапогах по колено ну в общем как вы все были последний раз три субботы назад так все и есть в том же виде забор цел меня зовут михаил щеглов я председатель общества русской культуры республики татарстан прихожанин храма памятника прихожанин храма памятника приход правда к сожалению уже порядка 20 лет больше десяти лет не действует потому что тут якобы работы велись но с этого года есть информация уже официальная митрополия от патриархии что будут реставрационные работы 300 миллионов рублей это конечно ерунда это смешно выделено вот ну надеюсь что это будет только начало мы видели там масштабы так сказать замах на набережную набережные это святое это это миллиарды объемов средств вот и очевидно набережные не закончится участком от кремля до кировского моста сейчас я покажу где кировский мост находится вот на всякий случай тем кто не знает надеемся что и дальше тоже будет вот кремль казанский еще раз вот вот наш храм памятник воинам павшим при взятии казани захороненном здесь вот под этим курганом братской могилой вот строится набережная по всей первой половине кировской дамбы огорожены мы видим до моста от моста и до речного техникума дальше мы видим там он вдали зелантов монастырь зелантова гора зелантов монастырь видим колокольню 1 ну вход на входе над вратную колокольню вот тоже будет видимо набережная вот здесь вот как уже настоятель мне сказал что это уже не подлежит сомнению вот здесь вот в этой части вот мы осенью ноября до сюда мерили вот там он рыбак угадывается на том берегу вот по этой линии примерно эта территория бессмысленно здесь сейчас даже при значит да кстати еще важно относительно уровне воды он же в кубышевской гэс она называется жигулевская водохранилище она же играет постоянно зависит от заслонок который шлюзов устанавливают выше и ниже по течению вот затоплены кубышевская гэс в 1957 году с тех пор уровень существенно поднялся в том числе здесь в пойме казанки где мы находимся вот сейчас нормальный подпорный уровень это пятьдесят три метра 53 метра форсированный подпорный уровень которую практически ну никогда не было это все четыре с половиной метра но это уже когда наводнение будет дальше значит 53 метра а сейчас мы смотрели только что на сайте русгидро сейчас в данный момент идет на убыль вода помедленно до этого села до 21 апреля шла на подъем была максимальная значит отметка 52 и 68 то есть оставалось еще 32 сантиметра до нормального подпорного уровня вот сейчас сбавила за последнюю неделю уровень и вот прямо сейчас это 52 метра 42 сантиметра ну я думаю что значит вот мы сейчас прошлись это видно что начиная с 52 метров здесь будет проход и меньше проход можно будет пройти уже в обуви не в резиновых сапогах вот а возвращаясь вот к этому заливу который я сказал от рыба от рыбака и влево вот весь этот сектор здесь видите очень достаточно обширная территория это бессмысленная лужа рассадник комаров включая собственно даже вот это вот место где здесь углубление идет здесь даже мы видим сейчас обратное течение против течения казанки непонятно кстати она то ли это ветром мусор гонит то ли это на самом деле вода трудно сейчас угадать потому что под водой мы не видим куда идут струи вот у струй тут никаких нету здесь отстойная застойная вода комарятник рассадник малярии значит и мы уже давно говорим более 10 лет первый раз озвучили эту идею в 2013 году что вот эту территорию нужно засыпать осушить ну засыпать фактически песком грунтом вот и насадить здесь обустроить ее насадить здесь возможно парк дружбы народов вот чтобы успокоить в конце концов национально озабоченную татарской часть населения вот мы даже предлагали там где-то поводу ли вот здесь вот примерно так вот идет русло поводу ли от храма памятника с этой же стороны берега может быть построить им еще один памятный знак они все обмущаются что нету у них памятников хотя вот сами их воткнул здесь мечеть кул шариф который явно доминирует над ландшафтам русской построены в стиле русского зодчества крепости казанский кремль ну воткнул воткнул ладно 2006 году по моему и открыли строили турки из металла и бетона в спешном порядке вот ну и есть еще место старая мечеть так называемой ски где в общем то известно что там захоронены преимущественно татарские воины защитники казани но тем не менее в любом случае вот это место еще раз повторяю безусловно должно быть засыпано и по моему такие намерения есть единственное что это вот этот вот мостик здесь вот под нами под мостом сейчас примерно полтора метра глубины вот небольшой его наверное надо оставить этот ход воды когда по большой воде чтобы может быть вот здесь вдоль берега поставить что можно было заплыть сюда вот оставить этот водоем но соответственно либо здесь надо вкопать трубы коллекторы чтобы они проходили под мостиком а сверху грунтовый мост вот а может быть и это было бы гораздо эстетичнее во всех отношениях сейчас выйдем покажу может быть следовало бы здесь поставить такой арочный мосток скажите красота была бы да то есть там капитальную дорогу здесь грунт грунтом и песком засыпать и обустроить все насадить насаждение построить то ну что нужно инфраструктуру а здесь такой арочный мостик который у нас по булаку расположен в большом числе главное конечно это храм памятник надеемся с божьей помощью с помощью наши владыки и светских властей которые он все время хвалит не знаю правда пока за 100 связи с храмом память надеемся что храм памятник в этом году решительные начнутся строительные работы и он будет за год или два восстановлен засияет новым блеском вот и нужно будет конечно нам людям мирянам участвовать активно в работе как по восстановлению уборки так и по созданию прихода по молитве потому что главная молитва и надеемся что когда-то отсюда как при царях из пушки в полдень будут палить холостым обозначая казани наступил полдень всех с праздником